Хорошо, давайте начнем тогда. Всем привет, добро пожаловать на нашу последнюю лекцию. Витя, да, мои слайды? Да. Супер. Сегодня мы с вами поговорим про банки кризиса. Я уже говорил, тема, она не сильно связана с тем, что было раньше. Вообще, корпоративные финансы делят на несколько областей. Вот первое, собственно, сами корпоративные финансы, а дальше есть еще область, которая называется финансовые рынки. И третье, как раз, финансовое посредничество и кризисы. Это то, чем непосредственно я занимаюсь в своем собственном ресерче. И сегодня мы про это подробно поговорим. Я уже в прошлый раз говорил, хорошо, если вы знаете хотя бы немного про банки, немного в том плане, что есть депозиты и кредиты, что есть процентная ставка у банка, и что банк берет кредиты у ЦБ. Вот, если вы что-то знаете, тогда какой-то начальный уровень есть. То есть сегодня я вам не буду рассказывать, конечно, про функции банка и прочее. Мы с вами поговорим, как обычно, делаем. Ну, про некоторые модели известные. Коммерческие банки относятся к финансовым посредникам. Как это называют по-английски? Intermediaries. Это институты, которые занимаются посредничеством между людьми, которые хотят дать денег в толк, и между людьми, которые хотят взять денег в толк. Вот. Соответственно, мы будем называть их депозиторами и кредиторами. Иногда будем говорить с заемщиками и кредиторами. Соответственно, депозитор – это тот, кто оставляет деньги в банке, кредитор – это тот, кто берет деньги. Вот. Итак. Вопрос такой. Зачем нужен банк, если теоретически кредиторы и депозиторы могут договориться сами без посредников? Ну, казалось бы, чего сложного? Просто идут люди, которые хотят денег, к людям, которые готовы дать денег, договариваются и возвращаются потом деньги с процентами. И вот мы сегодня с вами поговорим про… Ну, почему вообще, зачем существуют банки? Ну, помимо всего прочего, что это удобнее и легче пользоваться банком, и что это безопаснее с точки зрения закона, то есть забыть про все это. Зачем нужен банк? Чтобы просто понимать, помимо банков есть, конечно… Да, банки надежнее, но даже вот забыть про надежность и прочее, мы с вами поговорим, зачем нужен банк в этом вопросе. Вот. Есть другие последние финансовые. Самые такие, к сожалению, не очень… довольно печально известные теневые банки, Shadow Bank, вполне законные организации. вот, они в 2008-м особенно активизировались, вот. Занимались такими вещами. Хедж-фонды. Вы приносите деньги в хедж-фонд, он за вас инвестирует. Тоже посредники. Взаимные фонды. В общем, да, много всего. Да, на денежную массу в экономике, они пишут, влияют не только банки. Да, вот. Влияют и вы сами тоже влияете на денежную массу в экономике. Не так сильно, как банк. В общем, да, на все эти вопросы мы с вами ответим сегодня. После этой лекции, надеюсь, думаю, у вас такие вопросы не будет. Итак. А, и, да, последний вопрос, о котором мы поговорим, это вот совсем непосредственно то, чем я занимаюсь. Это почему на банке происходят набеги и как здесь сбежать. Итак. Сначала мы поговорим про мониторинг. Сразу спойлер. Это то, зачем нужны банки. А дальше мы поговорим с вами про набеги на банки. Давайте начнем с мониторинга. Итак. В отношениях между заемщиком и кредитором присутствует ахиментрическая информация. Да, то есть вы хотите занять денег, вам хотят одолжить денег, но, как мы уже с вами обсуждали, не просто просто. Если вы хотите кому-то задать денег в долг, ну, вы можете что-то про него не знать. Вы можете не знать, что он там уже брал пять раз денег в долг и не возвращал. Вот если вы этого не знаете, дадите в долг, ну, это вероятно, что вас тоже кинут. Это то, что мы будем задать им эту информацию. То есть у заемщика и кредитора, у них разные информационные множества. Как и в любом контракте, тут возможен ухудшающий отбор, естественно, как мы с вами обсуждали, ухудшающий отбор, так называемый предконтрактный оппортунизм, это когда перед заключением контракта одна из сторон не знает про другую. Помните, мы с вами приводили пример про страховые компании, самый яркий. Вот тут то же самое. Заемщик может не знать про кредитора что-то. Или наоборот. Ну и, конечно, возможный моральный риск. Сразу после, соответственно, заключения контракта могут быть ситуации, когда должник кинул заемщика. Наоборот, в смысле. Вы поняли. Заемщик кинул кредитора. Кредитор может мониторить заемщика, естественно, пока это не станет слишком дорогим удовольствием. То есть, что он может делать? Он может просто тратить какое-то количество денег, чтобы следить. Он может нанять группу аудиторов, он может нанять коллекторов, я не знаю. Ну, в общем, что угодно. Но вопрос в том, что этот вопрос в какой-то момент станет слишком дорогим удовольствием. Вы понимаете, что если вы кому-то дали в долг, ну, вы, конечно, можете человека максимально мониторить, Но это будет стоить там и времени, и денег, и так далее. И, соответственно, этих кредиторов очень много. То есть, если там один человек занял 15 людей, ну, если 15 людей, то только другие знают. Каждый из них будет надеяться, что другой пойдет и помониторит. Поэтому возникает уже известная нам проблема без билетников. И про это все Дуглас Даймонд написал статью в 1984 году. Это суперсотируемая статья. Она, по-моему, называется, как и называется, типа Financial Intermediation, не помню. Которая, ну, где он показывает, что банк может мониторить место кредиторов. То есть, кредиторы, грубо говоря, могут нанять банк, который за них будет следить за всеми, кто занял деньги в банк. Так, модель. Собственно, модель Даймонда, его статья она. Есть N предпринимателей без денег, вообще без денег. Каждому из которых нужен 1 миллион, чтобы вложить в проект. Если в 1 миллион, у них нет, им нужно откуда-то взять деньги. Есть некая ставка процента R. И это, ну, ставка процента Центрального банка, считайте. И ожидаемая доходность проекта, она составляет вот эти самые R и плюс какая-то еще надбавка. Ну, то есть, понятно, чтобы вложиться в проект, вам нужно, чтобы прибыль, которую вы получите, ожидаемая, была выше, чем если вы просто положите деньги в банк. Поэтому есть вот это K. Не просто R, а R плюс K. Ну, и эта доходность известна только предпринимателю. И она варьируется от нуля и до какого-то значения Y с крышкой. Это ожидаемая доходность. Я уже сказал, но ожидаемая доходность – это мот ожидания. Мы обсуждали с вами, что это что-то взвешенное, как вероятностно. Поэтому она может, ну, она может варьироваться от нуля до Y с крышкой. Есть много кредиторов, и у каждого из них по 1 разделить на M миллион. Вы потом поймете технических причин. У нас вот такая цифра странная – 1 разделить на M. Ну, вот у нас столько миллионов, столько кредиторов, у каждого по вот столько вот денег. Предприниматель заплатит своим заемщикам Z. Это сумма, которую предприниматель заплатит после. То есть уже с учетом процентов накопленных он в итоге заплатит Z, но он всегда может соврать, что Z – это переменная у нас была. Она тоже может варьироваться от нуля до чего угодно. Он всегда может соврать. Он может сказать, что он заработал ноль и ничего не платить. Ситуация довольно похожа на то, что мы с вами в прошлый раз говорили, обсуждая поглощение. Вы можете прийти и сказать, слушай, у меня вот этот Y с волной вышел в нулем, поэтому я тебе ничего не заплачу. Понятно, что кредитору придется просто верить заемщику. Он не знает этого Y с волной. Но мы введем некий штраф. Штраф C от Z будет заплачен за то, чтобы предприниматель заплатил меньше, чем Z. Допустим, если Z, который должен заплатить предприниматель, равен 1000, а вы заплатили меньше, чем эту 1000, вы заплатите штраф. Ну, это можно по-разному интерпретировать, например, как издержки банкротства. Если вы мало заплатите и ваша фирма из-за этого пострадает, или если это не фирма, то вы сами пострадаете, получается, что вы что-то заплатите из-за банкротства. Это могут быть некоторые моральные издержки, что вы соврали. Может быть такое, что на вас суд подадут. То есть, вот сюда, в этом FIA-Z, очень много сюда включено. Но нам обязательно нужно ввести издержки, иначе всегда можно было соврать, правильно? Мы всегда можем сказать, что мы заработали 0, и все, ничего больше. Ну, все нормально жить. Поэтому надо обязательно ввести издержки, чтобы не было стимулов совсем изобрать. Итак, если нет никаких вопросов по создателям модели, ну, она достаточно простая, просто много обозначений, то давайте пойдем дальше. Соответственно, все очень просто, да. Нам нужно просто решить оптимизационную задачу и найти, какие должны быть оптимальные издержки. Сказать, надо ввести издержки, чтобы предприниматель не врал, и получается, что издержки должны быть равны вот такой в увеличении. Здесь H – это некоторая сумма, которую предприниматель по-хорошему должен заплатить. Будем считать, что в итоге, если предприниматель совершенно честный и все у него получилось, он должен заплатить H. Там выводится, кстати, вы потом можете посмотреть, выводится эта величина, но я для простоты ее не увожу, потому что мы будем обсуждать просто идейные вещи. Он должен платить H. И, соответственно, штраф вот такой. Предприниматель будет платить Z равна H, то есть по максимуму, просто чтобы у него не было издержек. И он, естественно, будет платить, пока он может платить. То есть пока прибыль от проекта, вот Y, будет больше ли равен H. Соответственно, если Y больше равен H, у него есть деньги. Если вот издержки такие, он заплатит. Можно посмотреть и понять вот так. Если он заплатит меньше H, по этим самым издержкам, вы можете видеть, что ему придется заплатить штраф H-Z. Соответственно, он ничего не выиграет от обмана. Если же он заплатит Z равна H, тогда он не заплатит никакого штрафа. Вот. Соответственно, конечно, штраф не может быть меньше нуля, поэтому... Ну, если штраф, да, не может быть меньше нуля, поэтому функция вот такая, максимум. Соответственно, если у предпринимателя будет Y меньше H, он просто заплатит все свои Y. Опять же, посмотрите, если он вдруг заплатит меньше, чем Y, ему придется заплатить штраф, и он, соответственно, опять ничего не выиграет. То есть ему всегда здесь выгодно говорить правду при таких издержках. Опять же, в статье они выводятся, ну, строго решаются задачи, но вы можете видеть, что действительно, уже думая постфактум, что есть ли выгодное отклонение, при таких издержках их нет. Выгодно говорить правду. И да, величина H, я уже вам сказал, она выбрана так, чтобы кредиторы получили необходимую доходность, R. Понятно, да, кредиторы, они тоже хотят что-то заработать. Если они инвестируют в этот проект, грубо говоря, они дают денег в долг, и заработают меньше, чем они могли заработать в банке, ну, им это не надо делать, они просто переложат деньги в банк. И наоборот, если они зарабатывают больше, чем в банке, тогда издержки можно сделать и поменьше, потому что есть выгодное отклонение. И поэтому, как обычно получается, бюджетное ограничение, оно будет строгим равенством. То есть кредиторы просто будут получать нулевую прибыль. Ну, это очень похоже на совершенную конкуренцию. Прибыль всегда нулевая там в равновесии. Вот. И то же самое тут. кредиторы всегда будут получать нулевую заход. Ну, они будут сколько-нибудь давать, они сколько будут получать. Вот. Поэтому вот величина H, то есть только заемщики должны, она будет находиться из такого вот ограничения. Вот. И здесь, конечно же, получаются какие-то, некоторые потери мертвого груза. Заметьте, что предприниматель платит штраф, даже когда проект встает меньше, чем H. Это неэффективно, из-за пары это, естественно. То есть предприниматель не врет, но он все равно платит штраф. Это, как ты говорите, это очень обидно, платить штраф, если вы говорите правду. И это, конечно же, потери мертвого груза. Для тех, кто не знает, просто скажу, когда вы платите налоги, да, вы сколько платите, государство только зарабатывает. Но какие-то деньги не идут ни к государству, они выходят от вас, но не приходят к государству. Из-за того, что вы меняете ваше потребление. Вот. И все, что уходит, как бы говоря, выбрасывается, это называется издержками, это называется потерями мертвого груза. И в данном случае выбрасывается этот штраф. Вы его платите, хотя, казалось бы, вы не собрали. Вам лучше было бы не платить штраф. Но если этот штраф не платить, тогда вы будете врать, даже когда... Тогда вы будете врать, даже когда он может не платить. Вот. Именно из-за этого вот. Помните, мы когда на самом первой лекции обсуждали моральный риск, у нас в модели получалось так, что менеджер, заработавший ноль, он не получает зарплаты вообще. Но при этом возможность власться, что этот ноль получился не из-за того, что менеджер собрал. Он получился... Ну, вот так вышло. У проекта всегда есть вероятность не выгодить. Вот. Но, к сожалению, приходится жертвовать. И эти потери мертвого груза, они, конечно же, волновали финансистов. Им не нравилось, что такое есть. Нужно придумать какую-то модель, чтобы потери мертвого груза не было. И первый вариант – это, естественно, прямой мониторинг. Просто когда кредиторы платят по величине K, чтобы узнать точно, сколько заработал предприниматель. То есть вы платите K, и вы знаете, сколько он заработал. И тогда предприниматель не будет врать, потому что если кредиторы знают, сколько он заработал, а если он соврет, они могут просто подать на него в сутки. Им нужно, чтобы доплатили хотя бы M кредиторов. Почему? Потому что, смотрите, у нас у каждого по 1 на M миллионов, а предприниматель, ему нужен 1 миллион, правильно? Если у каждого предпринимателя кредитора по 1 на M миллионов, то хотя бы M кредиторов должны дать предпринимателю долг. Если M кредиторов будет предпринимателю долг, то он получит 1 миллион. Ровно поэтому цифра выбрана вот так, чтобы вы, умножая на количество кредиторов, получали какое-то нормальное целое число. В данном случае M. Соответственно, если для проекта нужен 1 миллион, нам нужно обстоять этот 1 миллион. Нам нужно убедиться, что этот 1 миллион есть. И для этого хотя бы M кредиторов должны проверить человек. Ну, грубо говоря, подумать, что есть M равно 3, у вас 3 кредитора дали по 350 тысяч, по 300-300 тысяч дали предпринимателю. Один проверил и понял, что окей, у него есть сведения. Второй, третий не проверили. Тогда вы будете уверены, все остальные кредиторы будут уверены, что получено вот эти 333 тысячи предпринимателей получены, но не будут уверены про все остальное, они не будут уверены, что у него есть миллион. Действительно. Вот. Поэтому важно, чтобы проверили все. Тогда они заплатят суммарно M умножить на K. Если эта величина слишком большая, каждому кредитору в отдельности будет выгодно не платить. Ну, зачем платить? Если вы можете всегда надеяться, что другие заплатят чуть побольше, а столько этих кредиторов очень много, и ваша величина ни на что не влияет, столько этих кредиторов миллион, и каждый платит по рублю, вы подумаете, что, ну, господи, зачем мне платить? Сейчас остальные заплатят. Я и так пойму, узнаю у них, каким-то образом, брал или предприниматель, и все. И это, конечно же, традиционная проблема безбилетника, поэтому, кстати, показано, что если M умножить на K слишком большое, а заметьте, оно может быть большим, если M большой, то есть если кредиторов много, оно может быть большим, если K большой, если издержки большие. То есть если K большой, это просто дорого, если M большой, это проблема безбилетника. Вот. Два эффекта, да? Проблема безбилетника, это от M зависит, и высокие издержки, это самое, ну, простор, что может быть, это если K высокая. И каждый кредитор в отдельности будет врать, не врать, я уже говорился, будет не платить, и они ничего не узнают. Вот. Опять же, из-за проблемы безбилетника. Есть какие-то вопросы по прямому интервью? Я тут не показываю цифры никакие, там прямо вычитывают потери мертвого груза и показывают, что будет проблема безбилетника. Но я считаю, что это лишнее здесь, не хочу вам показывать. И тут возникает второе решение. Так называемый делегированный мониторинг. Банк может взять на себя функции мониторинга. Он один, а значит, проблем безбилетника нет. Как это работает? Кредиторы приносят деньги в банк и кладут деньги в банк. Банк выдают эти деньги заемщикам. Все работает, как в реальном мире. Конечно, банк является более опытным в мониторинге. Вы знаете, что банки должны получать лицензию. Вы знаете, что у банка легко отнять лицензию. Достаточно в России это происходит очень часто. Причем я знаю, что многие критикуют из-за этого лично на Биульну. Я не считаю, что это справедливо. Потому что действительно, некоторые банки в России очень безответственные. Поэтому, чтобы остаться банком лицензированным, нужно... И в США тем более сложно, потому что там очень много банков. Каждый хочет открыть свой банк. Конкуренция высокая. Нужно действительно быть опытным в мониторинге. Аккуратно выбирать своих клиентов. Я уверен, что вы это знаете. Например, в Америке у нас высчитывается кредитный рейтинг. И банкам, в отличие от остальных, доступна информация о кредитном рейтинге. Они могут посмотреть, часто ли я выполнял свою кредитку. Сколько я тратил денег в месяц. Это все отражается в этом кредитном рейтинге. И, исходя из этого, они поймут, давайте мне кредит. Все работает так. Асиментрная информация, конечно, есть, но она просто минимальна. Она настолько минимальна, что ее практически нет. Поэтому с заключением кредитов редко можно услышать, что какой-нибудь крупный банк США потерял деньги или обанкротился. Мы про это поговорим с вами через примерно 15 минут. Но, конечно, банку тоже нужно стимулы не врать. У него должна быть мотивация говорить правду. То есть, конечно, кредиторы решают много проблем, давая свои деньги банку. Но потом банк может сказать, слушайте, я помониторил, а предприниматель реально ничего не заработал. И оставить все деньги себе. Ну, потому что, раз банк мониторит предпринимателя, он, ну, будет точно знать, сколько предпринимателей получил. Важно, возможно, и наоборот. Возможно, что банк поймет, что мониторинг очень дорогой и вообще не будет мониторить предпринимателей. Вот. Соответственно, какой стимул банка? Стимул банка, то есть, ему приносят деньги эти самые кредиторы. То есть, грубо говоря, они вносят в банк депозит. Банк потом выдает кредиты заемщикам. Заемщики платят деньги банку. Соответственно, они платят не просто, сколько банк им дал, они платят им по кредитной ставке. Ну, побольше. Банк после этого возвращает деньги уже с процентами предпринимателям. И вот процент, по которому банк возвращает деньги, это такая депозитная ставка. Она должна быть меньше, чем кредитная ставка. Разница между ставками называется спредом. И если вы знаете, или вы следили, там были когда-либо в жизни банки, вы точно знаете, что кредитная ставка всегда выше депозитной. Вот. То есть, ключевая ставка ЦБ, кредитная ставка, конечно, всегда выше ключевой ставки ЦБ, и она, естественно, выше депозитной ставки. Это чтобы банк зарабатывал, иначе банк просто не будет зарабатывать, да еще и учитывая, возможно, ситуация, при которой кредитор не сможет вернуть деньги, то есть банк должен учитывать вот все эти возможные издержки и, соответственно, чтобы у него были стимулы все это делать, он назначает кредитную ставку выше депозитов. Если это банк плохой, соответственно, плохо мониторит людей, соответственно, он может выдавать кредиты людям, которые никогда в жизни эти кредиты не вернут, что часто происходит, опять же, в России. Вы знаете, есть проблема закредитованности населения, просто у людей кредитов много и даже, ну, в России это не делается с каким-то причином во многих странах Европы из-за коронавируса сделали, так называемые, кредитные каникулы. В России тоже сделали, но далеко не так, как сделали в других странах, просто людям разрешили не платить кредит. Или хотя бы, если они возвращают, возвращают без процентов. И поэтому кредитная ставка, да, она высокая, если вы видите, что банк плохой, у него прайд будет очень большой. Вот, то есть депозитов в этом банке особо много не заработаете, зато если вы берете кредит, вам придется много заплатить. Все, чтобы они покрыли потенциальные издержки. Если это Сбербанк, у которого есть доступ к любой вашей информации, начиная от того, где вы живете, где учитесь, куда ходите, гуляете и так далее, они, конечно, могут легко мониторить вас. Поэтому в Сбербанке и ставка не очень высокая, и спред не очень большой. Вот, это вот кратко я вам рассказал про стимулы. И, соответственно, если этот спред не превышает M разделить на K, соответственно, кредиторы, альтернативные издержки кредиторов не будут превышать их издержки в случае прямого мониторинга, они всегда наймут банк. Ну, им всегда выгодно, они потеряют этот спред, ну, то есть они что-то заплатят банку, грубо говоря, мотивируют банк. Зато они потратят меньше, чем если бы они мониторили сами. И тогда им всегда выгодно, чтобы мониторил банк. Бывают ситуации, при которых это невыгодно, особенно если это какая-нибудь с Димбабово, где банкам вообще доверять нельзя. Бывает возможность ситуация, но во всех плюс-минус нормальных странах банк всегда будет выполнять операции посредничества лучше, чем это делают сами кредиторы. Соответственно, чтобы заключить, сказать последние слова конкретно про банки, банк выполняет функцию мониторинга. Это его главная функция, это то, почему вообще банк существует. И банк берет за свои действия спред, разницу между кредитной и депозитной ставкой. Собственно, большая проблема, да, часто у людей возникает вопрос, особенно у людей такого протестантского склада ума, или есть совсем жесткие либералы вроде Милтона Фридмана, то я считаю, что регулировать ничего не надо. Соответственно, если, ну, если банки не будут регулировать центральным банком, то они мониторить хорошо не смогут. Соответственно, банки вообще не нужны. Люди смогут всегда друг с другом договориться. Я с этим не согласен. Я считаю, что наличие финансовых посредников, также если даже не говорим не про банки, а про хач-фонды и даже теневые банки, оно всегда полезно. В конце концов, никто вас не заставляет найти деньги в банк. Вы можете их или под подушкой держать, вы можете их под подушкой брать в долг у кого-то другого. Согласитесь, человек в здравом уме, с хорошей кредитной историей, вряд ли пойдет там брать деньги где-нибудь в микрофинансовых организациях, или у кого попало. Скорее всего, если их ставка процента невысокая, все-таки человек пойдет в банк. А есть варианты, ситуация, когда вообще-то, ну, кто вам даст долг на квартиру, например, а банк даст, ипотеку. Вот. Поэтому наличие банка, вот именно из-за этих функций мониторинга, оно необходимо для хорошего функционирования финансовых финансов. Есть у кого какие-то вопросы по банкам? И по модели Diamond? Итак, давайте тогда, ну, это был коротко, потому что все было просто. Я хотел сэкономить время, чтобы мы с вами больше поговорили про набеги на банки. Возможно, мы все чуть пораньше закончим, вот. Вот. Но набеги на банки мы с вами обсудим. Банк всегда хочет создать ликвидность. Возможность для людей снимать свои деньги рано, даже при долгосрочном инвитируем. Если вы принесли депозит, есть, так сказать, длинные депозиты, то есть депозиты нацелены не на много лет, вы положили его там, допустим, на 10-15 лет наперед, но, допустим, что пошло не так, и вы через год хотите все эти деньги снять, ну, хороший банк, да, он должен суметь вернуть вам эти деньги. Он, конечно, планирует, учитывая, он знает, примерно, говорить ему, в конце концов, насколько вы хотите оставить деньги, и банк примерно планирует, что вы эти деньги заберете как раз там через много-много лет, вот, но, тем не менее, он должен сохранить какое-то количество денег. То есть это не просто так работает, что все, что он взял с депозитами, он дает с кредитами, что-то он оставляет на резервы. Какая-то свободная ликвидность у банка должна быть, на такие случаи, потому что, если вдруг человек приходит и требует депозит, ну, требует взять деньги обратно, и банк этого не может сделать, все, как бы, банк должен объявить дефолт. Также, если это один человек, которому не может вернуть деньги, банка – это очень плохая ситуация, поэтому нужна ликвидность. Для этого банк заключает депозитные контракты. Ну, как раз, как я объяснил, это депозиты, так называемые, до востребований. Вы просто, ну, платите в депозит банк, да, вот, примерно говорите, когда их собираетесь снять, но если вы придете раньше, ничего страшного, банк, который может заплатить, вам заплатит. Он обязан по закону. Ровно для этого, кстати, банк, например, ну, у меня это, работает в Америке так, он ограничивает переводы депозита на обычный счет. То есть, когда это можно делать через приложение, когда я скажу приложение, чтобы перевести деньги депозита на обычный счет, я могу это сделать, всего пять или шесть разметить. Больше нельзя. И это делается для того, чтобы банк примерно хотя бы понимал, сколько я сниму. То есть, я буду, ну, всегда, по каждой возможности снимать деньги из депозита на обычный счет, банку будет очень сложно меня мониторить и следить за этим. И, в конце концов, если это будет делать все подряд, банк может лишиться всех своих резервов. Они немножко, конечно, храняют это. То есть, понимаете, что эти все люди, которые держат в этом банке депозиции, одновременно придут и попросят все деньги им отдать, банк, корей всего, не справится. Просто потому, что у него есть другие расходы, там, на кредиты, например. И когда люди, не планирующие снимать деньги, бегут их снимать, то есть, бегут не просто один-два человека, а толпой бегут. Мы с вами обсудим, что я имею в виду под толпой здесь. Происходит набег на банк. Бэкран. Ну, это потому что выглядит как набег. Если вы посмотрите фотографии 2008 года или куда-то далеко идти, слетайте на Кубу сейчас и увидите очереди в банке огромные, вы поймете, почему это называется набег. Вы говорите, бежите снимать деньги из банка. Вы набегаете на банк всей толпой. Это как, если кто-то играл в настольную цивилизацию или в любую, там как раз есть функция набежать, и взводить набег на соседнее село или... Вот такая же ситуация, только на банк. Самые известные набеги, это, конечно же, в 2008-2007-2008 годах, когда был мировой финансовый кризис, были устроены набеги на три крупных банка, которые выдавали ипотеки. Вы, наверное, знаете, что это ипотечный кризис был. Если не знаете, обязательно посмотрите фильм «Игран на понижение». Вот, там все очень подробно объясняется. Сейчас, чтобы вы посмотрели. Давайте я просто напишу. Да, три банка. Это Lehman Brothers, это Bear Stearns и это Vachovia. Vachovia сейчас входит в Valve Fargo. Вот, а Lehman Brothers и Bear Stearns, они ликвидировались тогда. Вот, просто что случилось? Когда стало понятно, что в стране наступил ипотечный кризис, что бумаги долговые, которые считались когда-то надежными, на самом деле ненадежны, а этими бумагами активно владели Lehman Brothers, Bear Stearns и Vachovia. Особенно первые два. В Hachovia она попала под горячую руку. Вот. Люди, ну что поняли? Они поняли, блин, у банка очень плохие бумаги. Побежим-ка мы лучше, от греха подальше. Все, что мы вложили в этот банк, достанем. И все, люди побежали. Они начали доставать свои деньги. Неважно, это были депозиты или это были бумаги ценные, которые они хранили в этом банке. Они просто все начали снимать. И Lehman Brothers объявил первым дефолт. Они надеялись, что их выкупят одна европейская компания, но это не случилось. Дальше за этим уже панически все перебежалось на Bear Stearns. Уже инвесторы начали активно вытаскивать деньги оттуда. В Hachovia это в отличие от Lehman Brothers и Bear Stearns, которые были не с банками, это обычный банк коммерческий. Ну так вышло, что они были очень тесно связаны с Lehman Brothers и Bear Stearns. Это были, возможно, один из их кредиторов. И люди начали снимать. Да, Сергей, это были инвестиционные банки, совершенно верно. Lehman Brothers и Bear Stearns, влачевый коммерческий банк. И они инвестировали в ипотечные бумаги, так называемые Mortgage Back Security с MBS. Опять же, если посмотрите игру на понижение, вы, думаю, хорошо разберетесь, что было в этом кризисе. Вот, если вам это интересно. Еще то, что может быть интересно, есть такая книжка, в которой написал Андрей Шлейфер, которую мы обсуждали с вами в прошлый раз. Называется Crisis of Beliefs. Ее написал Андрей Шлейфер. Вот, тоже достаточно, там есть немножко математики, но совсем мало вы ее точно поймете. Вот, она обсуждается как раз в том числе на беге на банки. И как это все повлияло на, вот, в том числе, Lehman Brothers и Bear Stearns. Вот, поэтому на беге на банки важно изучать. Нам важно понять, почему они происходили. Как их избавиться, можно ли это вообще не делать. Вот. И вообще, может быть, они нужны. Ведь на бег на банки, он что делает? По сути, он ликвидирует неэффективный банк. Нужно ли оставлять это? Хотя бы, если будет вероятность набега на банк. То есть, не там такая недостоверная угроза. Банк уже будет, ну, учитывать это. Перед своей политикой он будет учитывать, что на него возможен набег. Вот, давайте мы про это с вами поговорим. Значит, первая стандартная классическая модель набегов написана тем же Дугласом Даймондом и Филиппом Диблигом. В 83-м году. Там у нас три периода времени. Оказано, нулевой, первый, второй. И континуум людей. Континуум – это бесконечность. Ту, которую нельзя посчитать. Вот. Отрезок от нуля до одного – это как раз континуум людей. То есть, представьте, что у вас на отрезке расположены друг за другом, без всяких промежутков свободных, люди. Вот это будет континуум людей. Почему задаем отрезок от нуля до одного? Просто, чтобы сумма и средняя были одним и темным. Вот. Те, кто знает интегралы, поймут, что если у вас континуум людей от нуля до одного, всегда, когда вы считаете сумму, это будет то же самое, что вы считаете среднее. Даже если вы не знаете интегралы, если вы просуммируете людей от нуля до единицы, это, и если вы хотите почитать среднее, это вам надо будет разделить на общую сумму людей, то есть на единицы. Ничего не поменять. Ровно поэтому задается именно отрезок от нуля до единицы. Это всегда в экономике делается так. Каждый человек из этих вот континуум людей в нулевом периоде положил один миллион в банк. Некоторая доля лямбда из них, конечно, то ли меньше единицы, должны обязательно снять депозит в первом периоде и получить ставку R1. То есть они получат деньги вот по этой ставке. Соответственно, опять же, мы говорили, что они положили один миллион, чтобы нам не надо было высчитывать. Просто говорили, что они получили R1. Какая была процентная ставка, они это получили. Назовем этих людей нетерпеливыми. По каким-то причинам они не могут дотерпеть до второго периода. Может, они уехали старенькие, там, грустно звучало, они понимают, что надо сейчас снять деньги. Может, эти деньги уезжают из... Деньги, не деньги, а люди. Может, и люди уезжают из страны. Может, ну, они просто постоянный бизнес ведут, им нужно, чтобы постоянно были наличные на руках. К каким-то причинам они только в первом периоде могут снять деньги. Во втором, до второго они ждать не могут. Вот. Ну, логично назвать их нетерпеливым. Это доля лямбда. Остальные могут подождать. До второго периода. И получить больше. Они могут получить R. Мы будем предполагать, что R больше, чем R1 маленькая. Но они могут получить этот R только с вероятностью P, которая будет зависеть от теты. И теты у нас будут показательные состояния экономики. Чем выше тета, тем лучше экономика. Соответственно, чем выше тета, тем выше R от тета. То есть, чем лучше состояние экономики, тем вероятнее банк сможет выплатить деньги. Ну, то есть, в первом периоде банк всегда может выплатить деньги. Во втором периоде не всегда. Но, чтобы все было интересно, мы будем предполагать, что ожидаемая прибыль, ожидаемый доход тех людей, которые подожжут до второго периода, выше, чем у людей, которые снимут в первом периоде. Ожидаемый. То есть, с учетом вероятности. Соответственно, если вы рациональный человек, вы обязательно, и вы терпеливый, когда напоминаю, нетерпеливые всегда не могут снять в втором периоде. Если вы терпеливый и вы рациональный, вы всегда подождете до второго периода. Всегда. Вот это правило. Если, конечно, остальные люди тоже рациональны. Соответственно, если мы рассматриваем с вами экономику рациональную, и в этой рациональной экономике только нетерпеливые будут снимать в первом периоде, остальным людям строго выгодно подождать. Вот все, что есть. Это довольно логично. В смысле, это все так работает. Вы не знаете, ну, конечно, то, что мы знаем один, ну, два года всего, промежуток это маленький, но в реальной жизни подумайте, что, например, это 10,20 лет. Вы через 10 лет можете снять деньги, а можете после 10 лет подождать, но откуда вы знаете, что будет с банком через 10 лет? Вы даже не знаете, что будет со страной через 10 лет. Поэтому всегда есть риск, и из-за этого риска иногда хочется снять деньги пораньше, хоть и согласившись на вот небольшое понижение до вот этого R1 маленького, но просто, чтобы, ну, не играть в лотерею, грубо говоря. Итак, какие у банка есть ресурсы? Ну, у банка в нулевом периоде в депозитах суммарно 1 миллион. Напомню, у нас у каждого из людей 1 миллион, а я уже говорил, что люди заодно, это очень странно, это континуум от нуля до одного. Соответственно, сумма будет равна средней, то есть 1 миллион. Каждый, как принесет, получил их 1 миллион. Если в первом периоде придет так много людей, что суммарно они попросят больше 1 миллиона, банк выплатит деньги в порядке очереди, кому может, и закроется навсегда. Это мы будем называть набегом. Ну, все, ну, люди набежали. Важная предпосылка, которая делается, что если придут только нетерпеливые, мы предполагаем, что банк знает, кто у нетерпеливых, то у банка все получится. Ну, то есть банк выберет такую ставку процента, и банк возьмет столько депозитов, чтобы он мог выплатить, если нетерпеливым будет. Он это учитывает. Проблемы начинаются, когда приходят терпеливые. Если банк вызовет, то он заплатит подождавшим клиентам остатки денег во втором периоде. Сколько у него остается денег, он столько заплатит. Давайте обозначим долю тех, кто забрал деньги в первом периоде, буквой N. Это, конечно, N меньше единицы, и, естественно, N больше лямбды, потому что я уже говорил, еще расскажу, что нетерпеливые всегда будут снимать деньги в первом периоде. Соответственно, в первом периоде сколько банк выплатит? Вот, опять же, удобство того, что мы обозначили людей от нуля до одного. Доля равна количеству людей. Он выплатит N умножить на R1. То есть R1 – это ставка, которым будет выплачиваться всем, кто снимает N, это доля или количество людей, которые сняли. То есть банк заплатит N умножить на R1. Тогда на второй период останется сколько? Ну, если у банка всего миллион, а он выплатил N на R1 миллион, у него останется 1 минус N на R1. И они будут поделены между оставшимися людьми. Осталось у людей 1 минус N. Вот. То есть, ну, понятно все, да? Если вот это 1 минус N на R1 меньше нуля, ну все, банк обогротился. Никто во втором периоде денег не получит. В первом периоде тоже получат не все. Получат только те, кто в порядке очереди успел. Давайте все это с вами нарисуем в виде таблички, вот, и вы поймете, как это, ну, как это все получилось. Итак, посмотрим первый период. Какая у нас ситуация, да? Сначала рассмотрим вариант, когда у банка есть деньги. Есть деньги, это когда 1 минус N на R1 больше нуля. Это, ну, и простой неравенство решается. Видите, что доли людей должны быть меньше, чем 1 разделить на R1. Соответственно, у банка достаточный денег. Ну, в смысле, после первого периода банк не умер. Тогда все, кто пришел в первом периоде, они получат R1, как им обещали. А в втором периоде что будет? В втором периоде оставшиеся люди получат 1 минус N на R1, сколько у банка денег. Разделить на 1 минус N, потому что мы делим между всеми людьми, и мы знаем, что ставка процента R. Соответственно, вот такую вот сумму денег. Опять же, объясняю еще раз. 1 минус N на R1 – все, что есть у банка. Умножаем на R, потому что ставка процента. Мы с вами говорили вот тут, что на R. И делим на 1 минус N, потому что мы должны это разделить между всеми людьми. Вот. И это с вероятностью P на тета. Или 0, с вероятностью 1 на минус P на тета. Если же у банка слишком мало денег, если к банку пришло много людей, если доля людей больше, чем 1 на R1, тогда банк не всем выплатит в первом периоде. Он выплатит R1 всем, кто успел. А кто успел? Успела доля, люди успеют вот с такой вероятностью. Как такая вероятность пояснительно, давайте не обсуждать. Хотите смотреть статье. Но если вы просто решите простую задачу в теории вероятности, что вам в очередь выстроились люди, какая вероятность, что человек в очереди получит деньги, это будет вот такая вот вероятность. Легко видеть, что если вы решите вот такое равенство, если N будет равно 1 на R1, короче, сейчас придумал, как лучше объяснить. Эта вероятность в предельном случае, когда N равно 1 на R1, равна 1. То есть, когда к вам придет людей вот такое количество, меньше, чем 1 на R1, вы всегда заплатите R1. Вероятность очень логична. Если людей придет больше, соответственно, если будет ровно 1 на R1, вероятность все равно будет 1, вы сразу всем заплатите. Если придет больше, вероятность уже станет меньше 1. То есть, видите, что если N растет, вероятность становится, вероятность становится все меньше и меньше. Это просто очередь. В порядке очереди вы заплатите R1 всем, кто, ну, пока у вас не больше деньги. Остальным вы ничего не заплатите. Во втором периоде вы ничего не заплатите, потому что все, вы умерли. Вот такая вот табличка. Есть у кого-то какие-то вопросы? Потому как эта табличка устроилась. Если есть, время их задать, потому что дальше всю оставшуюся лекцию мы будем обсуждать эту табличку. Ну, окей, слишком скучно звучало, но мы будем обсуждать выводы из этой таблички. Хорошо. Давайте найдем равновесие здесь. Пусть все терпеливые решили подождать. Тогда, давайте посмотрим, если терпеливые решили подождать все, тогда N совершенно точно меньше, чем 1 на R1. Я вам уже говорил, что если у банка всегда есть деньги, чтобы заплатить нетерпеливым. То есть мы однозначно вот тут, в левой части таблички. Тогда какой выбор у меня? Или я иду сейчас снимать и получаю R1, или я живу до второго периода и получаю вот такую сумму, но с вероятностью P на T. Я вам сказал в самом начале, что ожидаемая доходность в втором периоде, то есть вот эта цифра умножить на P от T, она больше, чем R1. Мы это предполагаем, чтобы задача не была тривиальной. Ну, если это будет не так, тогда всегда в первом периоде. R будет назначена так, чтобы давать людям мотивацию идти. Вот. И, соответственно, экономика не может быть настолько плохой и плачевной ситуации. Соответственно, тогда мне тоже выгодно подождать. Ну, потому что если R1 меньше, чем вот это вот ожидаемый выигрыш в втором периоде, я всегда подожду до второго периода и получу больше. Теперь мы рассмотрим. Пусть все терпеливые решили устроить набег. Тогда очевидно мы оказались вот тут. Правильно? Я уже говорил, что у банка не будет, если придут все снимать, у банка не будет денег. Мы оказались в этой ситуации. Тогда какие у нас варианты? Или мы получаем R1 с вероятностью 1 разделить на R1, что положительное число. Или мы получаем 0. Выгодно, конечно, сейчас побежать. Тогда мне тоже выгодно набежать. То есть у нас получается два равновесия по байсу нашу. Да, а почему байсу нашу? Потому что игра, вы понимаете, с неполной информацией. Мы не знаем про других людей, терпеливы они или нет. Вот, соответственно, вот поэтому игра с неполной информацией, поэтому равновесие не просто нашу, а байсу нашу. Да, совершенно верно. Я сейчас об этом срочно скажу. Надо следовать за толпой. Если все подождали, мы тоже подождем. Если все побежали, мы тоже подождем. И вот, собственно, у нас получается два равновесия байсу нашу. Равновесий здесь больше. Мы уже сами говорили в прошлый раз, что в динамической игре, а это динамическая игра. Кстати говоря, это не просто равновесие байсу нашу, это совершенная байсовская равновесие. Вот видите, я запутался, ошибся в терминологии. Это совершенно байсовская равновесие, потому что у вас динамическая игра. В динамической игре равновесия очень много. Повторяю равновесие лишь, когда вы можете определить людей, какие они терпеливые или нет. В общем, их очень много, но два интересных, это когда устроен полный набег на банк, полный, когда все набежали. И когда вообще нет набега на банк. Люди в модели бегут просто потому, что думают, что остальные побегут. То есть даже если вы думаете, что банком все будет в порядке, но вы видите, что остальные побежали в банк. Вы тоже это сделаете. Ну да, конечно, вы будете ожидать, что банк рухнет. Вы побежите. Естественно, это основано на панике. Это исключительная паника. Может быть, с банком все будет в порядке. В Бачеве возможности все было в порядке. До набега у них были высокие рейтинги. И во-вторых, это самоисполняющаяся вера. Так называемый self-fulfilling belief. Что это такое? Кругу говоря, люди сами себе навязали веру, что будет набег на банк. Будет дефолт. Люди сами начали бежать. Из-за того, что они бегут, они поняли, что банк не выдержит. Они забежали и достали все деньги. Банк рухнул. То есть, это кризис... Да, спасибо, Глеб. Все правильно писал, Глеб, в чате. Вот, можете знать. То есть, кризис просто образовался из-за паники. Это абсолютно существующая вещь. Как еще объяснить паническую продажу NDS в 2008-2009 года? Мы могли этого не делать, правильно? Люди могли просто спокойно продать деньги. Да, с повышением доллара можно тоже заметить, что как только доллар растет, люди начинают панически покупать доллар, продавая рубли. Чаще всего все-таки стоит сказать немного другое. Основания у них есть это делать. И вообще мало кто, кроме тех людей, которые купили доллар в 90-х, потеряли от покупки доллара и так далее в своей жизни. Но, да, там тоже паника возникает. И от этого в модели Даймонда и Дидвига от этого просто никуда не деться. точно так же в 2008 году люди начали забирать свои деньги с депозитами для Мамбразерса, потому что просто-напросто все начали это делать. Ну, у нас есть проблемы в модели, у нас много равновесий. У нас есть как минимум два равновесия абсолютно противоположных. Одно из которых предполагает кризис, а другое предполагает ничего. То есть в другой модели все нормально. И поэтому нельзя посчитать вероятность набега. Когда у вас два равновесия, ну, вы, конечно, можете примерно посчитать, насколько они вероятны и так далее, но в этой модели это невозможно. Вот, это абсолютно два равнодостойных поисков равновесия. Поэтому нельзя посчитать вероятность набега, соответственно, нельзя никак делать какие-то выводы. Поэтому статья Даймонда Дидбига сейчас полезна только в том плане, что новые статьи по банкранам, они основываются на Даймонде и Дидбиге. Но никаких полезных замечаний, кроме как что кризис на панике, у Даймонда и Дидбига нет. И поэтому мы с вами перейдем, наверное, ко второй самой известной статье про набеги на банки. Но это статья моего... Да? Извините, пожалуйста, вот на предыдущем слайде предпоследний пункт, вот все начали забирать из Лемон Бразерса. Но ведь разве у людей не было основания, ну, вот вы сами сказали, что они в ипотечных бумагах были, и в ипотечной бумаге, ну, там, крах случился, и поэтому, скорее всего, там, выручка Лемон Бразерс бы упала, и они бы там какую-то часть долгов не обеспечили бы. Ну, и это как бы разве не является основанием? То есть являетесь, конечно, вроде бы. Конечно, являетесь, мы с вами увидим, что вот это это в состоянии экономики, оно, естественно, влияет, и, не, я не говорю, что люди, которые забирают деньги, дураки, они правильно, некоторые из них правильно делают. Вопрос в том, что если человек начинает бежать не потому, что плохая ситуация, а потому, что все начали это делать, это уже паника. То есть, да, было бы правильно, увидели, что эти MBS на самом деле не ААА, то есть не самый высокий рейтинг, а меньше. Некоторые люди, которым не нравится, которые очень любят безопасное инвестирование, они просто снимут деньги, остальные подождут, когда бы MBS не обанкротился, они бы сняли все свои деньги через период или там через два. Вот. Паника в том заключается, что они просто начали бежать снимать, видя, что остальные это делают. Это то же самое можно видеть в Великой депрессии, когда знаменитый там Черный вторник, когда все побежали в банк снимать депозиты. Дальше кризис, так называемый Аргентинская Великая депрессия 2001 года. Тоже все побежали снимать деньги из банков. Вот. На мой взгляд, конечно, рационально, ну, если мы будем с равновесия, значит, рациональное действие людей было пойти снять деньги. В этом Сергей совершенно прав. Вот. Но вопрос в том, что, возможно, можно сделать такую систему, чтобы люди не паниковали, чтобы они не шли и не забирали деньги. Ну, конечно, если бы экономическая ситуация была хорошей, не было бы. Мы сейчас это увидим. Этого нельзя увидеть. Вот эта проблема. Этого нельзя увидеть в модели Даймонда Диббига. Вообще нельзя видеть никакого сильного влияния экономики здесь. И нельзя увидеть того, что вот люди принимают решения, исходя из состояния банка. Оно сейчас, в следующей модели, мы это увидим. И это будет понятнее. Мой научник Итайгул Стейн и Эдди Познав, они в 2005 году решили эту проблему, представив модель в виде глобальной игры. Глобал гейм. Это не какой-то отдельный, отдельная разнородность игры. Это подвид динамической игры с неполной информацией. Мы сами уже обсуждали и мы сами разобрали один из видов динамической информации это сигнальную игру. Вот здесь будет глобальная игра. Сейчас поймете, почему глобальная. Все то же самое, что в модели Даймонда Диббига, но каждый игрок в первом периоде получает сигнал Тета Ита, который равен Тете плюс Эпсил Нита. Тета это настоящее состояние экономики в следующем периоде. Настоящее. Но его никто не знает. Все получают сигнал Тета плюс Эпсил Нита. Эпсил Нита это какой-то шум. Разный. Ита это номер игрока. У всех игроков сигналы разные, но очень близкие. Мы с вами будем предполагать, что Эпсил Нита маленькая достаточно. В модели конкретно, если кто-то знает про это, предполагает, что Эпсил Нита равномерно распределено. Но оно маленькое. Ожидание, мат ожидания Эпсил Нита То есть в среднем, если взять сигналы всех игроков и посчитать среднее, у вас получится Тета. Опять же, мы с вами еще раз напомним, у нас континуум игроков на отрезке 0,1, поэтому сумма равна средней, и поэтому сумма всех сигналов будет равна 5. Что хорошо, в среднем люди получают правильный сигнал, но это не менее разные. И, соответственно, возникает новый мотив. Давайте подумаем, возникает этот мотив у вас, это, собственно, важно для моего собственного ресерча. Я спорю, что да, это довольно логично. Представьте, что у вас высокий сигнал. Вы узнали какую-то информацию про банк, что угодно, или про экономику в целом, и это лично ваш сигнал. Ни у кого больше такого нет. И вы думаете, что, в принципе, по этому сигналу вы верите банку, вы не пойдете снимать деньги из банка. Но вдруг у вашего соседа низкий сигнал. То есть, если вы получили самый высокий из возможных и у вас высокий сигнал, но ведь у нас еще есть самый низкий и у вас кто-то мог получить низкий сигнал. И вы думаете, а вдруг у соседа низкий сигнал, и он побежит в банк. А вдруг у всех моих соседей низкий сигнал, они все побегут в банк. И тогда и я побегу в банк. Вот это то, что отличает статью Голдстейна от статьи модели Даймонда и Диббега. Что есть, у вас все еще есть побег за толпой, но побег за толпой он односторонний. Вы бежите, когда плохо. Не когда хорошо, а когда плохо. Это тоже, я считаю, это довольно логично. Люди, они, существа, склонны подать в панику только, когда что-то плохое происходит. Когда вы видите, что все сидят, ну не факт, что вы будете сидеть. Если вы видите, что все панически начали бежать, ну, вы это тоже будете делать. простой пример вспомним, да, что было во время коронавируса. Если вы увидели, что все люди начали бежать покупать гречку и туалетную бумагу, ну, даже если вам это все не нужно сейчас конкретно, вы побежите, возможно, вы тоже побежали, купили все, просто из-за паники. Но, если вы узнаете, что все люди решили не идти в магазин, ну, с чего вам идти в магазин? В том мере, ничего вы не потеряете, если пойдете. То же самое здесь. Паника есть, но она односторонняя, только в плохой ситуации. И это все есть теорема, она доказана в статье, которая презентрует эти глобальные игры. У нас единственное равновесие байф, все байф наше, единственное совершенное байф и равновесие. Одно, единственное. Никаких больше нет. Это огромная прелесть глобальной игры, поэтому я ее использую в своей работе и очень много кто использует именно глобальные игры, просто потому, что вы можете получить одно единственное равновесие, что, ну, очень большая рецепт экономики. То есть, вы когда какую-нибудь статью посмотрите, там всегда, где теория игр применена, там всегда нет равновесия. В глобальной игре всего одно. Вот, ну, я скажу, что вам не буду доказывать, почему одно. В статье в Goldstein, вы можете все открыто посмотреть, но там доказано на типа семь страниц и при этом авторы еще сами благодарят, мне, собственно, и Тайс там рассказывал, что им помогали математике, там, теоретики игр доказывать это, потому что это просто, ну, сложно очень. Но зато теперь все, кто ссылаются на вот эту статью, они могут просто сказать, что они доказали, значит, мы тоже просто ссылаемся, это верно. Вот. Но, грубо говоря, просто показано, что равновесие, сначала показано, что заданное число это равновесие, а дальше показано, что не другие равновесие, кроме заданного числа. Вот. Это как, об этом вот рецепт всегда так доказывает, что равновесие одно. Но иногда это сделать легко, иногда это делать очень сложно. Так, давайте обозначим это единственное равновесие за тета со звездочкой, где, если сигнал тета и тет превышает тет со звездочкой, игрок ждет. Если его сигнал говорит, что экономика будет в лучшем состоянии, чем тет со звездочкой, я не бегу. Если сигнал показывает, что равновесие, если сигнал мой меньше, чем вот этот тет со звездочкой, я бегу на банк. Соответственно, равновесие, так называемое предельное равновесие. И оно единственное, еще раз, это число тет со звездочкой может быть найдено. Вот. Сигнал выше него вы ждете, меньше него убежите. Каждый игрок здесь вот так. То есть, какие-то люди побегут, какие-то люди не побегут. И неважно, тут уже учтено, что есть эффект столпы, что есть паника, тут уже учтено, что вы боитесь, что ваш сосед побежит. Все учтено год при нахождении этого тет со звездочкой. Есть некий предельно низкий уровень состояния экономики, обозначается вот это нижней чертой, ниже которого набег эффективен. то есть, экономика, это вот то, что спрашивал Сергей, экономика может быть настолько плохой, ну, состояние экономики, что набеги эффективны. то есть, в этом случае люди будут бежать вообще не за паники. Они будут бежать просто потому, что экономика в полном дреме. Вот, извините за выражение. Это фундаментальный набег. И он может быть. И он всегда есть. И с ним, в принципе, бороться не надо. Зачем государству помогать банку, который не способен не за паник, а просто физически за состояние экономики и за своего собственного состояния выплачивать деньги. Никто не будет помогать, банк обокротится, это вполне естественный процесс. Большинство банкротств банков происходят за фундаментальных набег. И это вполне нормально. Это не надо решать, это вполне эффективная ситуация. Соответственно, второй вид это панические набеги. Вот панические набеги, они неэффективны. Я уже объяснял. Если никто не набежал бы на банк модели Даймонда и Диппега, банк бы выплатил всем деньги, все были бы счастливы. Но раз люди начали бежать, все, это стало неэффективно. Вы можете увидеть, что равновесие не парает эффективно. Вот. Ну, в статье показано, что ТЭТ со звездочкой она больше, чем ТЭТа с нижней чертой. А это означает, что неэффективные набеги происходят, потому что есть люди, которые получили сигнал между ТЭТа с нижней чертой и ТЭТ со звездочкой, они все равно побегут, и они побегут уже не по фундаментальным причинам, а за паникой. Вот поэтому у нас проблема, что есть неэффективные набеги, это то, что доказано в статье Голстейна и Познана. И, соответственно, теперь можно посчитать вероятность набега. Раз вы знаете предел, при котором набег происходит, вот этот ТЭТ со звездочкой, что можно делать? можно посчитать, используя самые простые механизмы из теории игр, вот, если кто-то из вас знает про, ну, вы знаете распределение этих ТЭТ, и, соответственно, если вы знаете точную ТЭТу, вы можете посчитать вероятность, при которой ТЭТа может быть меньше ТЭТ со звездочкой, вот, и это высчитывается, это уже делается эмпириками, есть эмпирические статьи, где пытаются посчитать вероятность набега на банк, ну, в общем, куча всего этого, просто если вы поищите статьи, которые ссылаются на статью Goldstein и POSNER, я думаю, что вы что-то найдете, вот, такое. Так, есть какие-то вопросы по статье Goldstein и POSNER? Главное, что отсюда надо выяснить, что у вас есть фундаментальные панические набеги, и в равновесии панические набеги происходят. Надо с этим что-то делать. Предлагаю несколько решений проблем. Первое, ее предлагали еще Diamond и Dibbic, ее предлагали Goldstein с POSNER, это приостановка конвертируемости. Что это? Банк объявляет, что вернет деньги в первом периоде только нетерпеливым, то есть только доля лямбда. Ну, какая у нас проблема? А, да, тогда, конечно, в модели не будет набега в равновесии, потому что снимут деньги только ну, те, кто нетерпеливый. Ну, есть проблема. Банк не знает обычную долю нетерпеливых, тем более сразу возникает огромный простор для морального риска, огромный простор для предконтрактного фортунизма, для украшающего отбора. При заключении контракта с банком вы всегда на всякий случай скажете, что вы нетерпеливы, чтобы снять деньги. Ну, то есть это нерабочая схема, и вот в статьях часто, ну, которые пытаются обсуждать, рассуждать про решение проблем банк, даже не упоминают приостановку инвертируемости, потому что у нее никто не рассмотрит вперед, она в жизни абсолютно неприменима. Второе решение проблемы это страхование государства, или так называемые государственные гарантии. каждый, кто не получит деньги от банка, получит их от государства, ровно ту же сумму. То есть, если вы ждали до второго периода, по каким-то причинам, или у банка закончили деньги, или вероятность получилась 1 минус 1 на т. то есть, соответственно, ну, есть вероятность того, что банк просто не сможет выкупать, вот, то вы получите те же самые деньги от государства. Ну, соответственно, нет никакого смысла бежать, и в равновесии никто не побежит. и будут, соответственно, только фундаментальные набеги. Проблема, которая здесь возникает, да, что фундаментальных набегов будет больше. Кто-нибудь может подумать, почему фундаментальных набегов вот модели, где государство может помогать, будет больше, чем без государства. Есть версии? Ну, если это просто, ну, больше всего государства, конечно, это причина. Мы говорим, что это экономическое состояние. Иногда государству очень дорого помогать. Но второе, моральный риск, да, банку выгоднее склоняться, да, Анастасия совершенно верно пишет, банку выгодно склоняться, он знает, что государство всем выплатит, и тогда банк просто может ввести себя как угодно. И поэтому, вот это, кстати, про государство и страхование показано в другой статье, которую написали вот два моих профессора Ален и Голдстейн, и еще два человека, Карл Эйти, кто-то еще забыл, четыре человека. Она есть ссылка в конце занятия. Вот, по-моему, есть, не уверен. Но если вам будет интересно, напишите мне, я ее скину. Вот. Они показывают, что вот этих фундаментальных набегов может быть настолько много, что государственная помощь невыгодна. То есть, может быть такое, чтобы данных набегов больше, чем было в целом набегов, вот без мешательства государства. Тогда никому не выгодно вообще вводить эти набеги. Не выгодно, чтобы эти набеги были. Вот. Поэтому вопрос возникает, да, можно ли решить проблему? Помимо очевидной финансовой проблемы, что у государства может не быть денег, ну и причины, что банк будет склоняться, есть и другие. Шлейфер и его коллеги, тоже Джина Оли и прочие, они, Вишни тоже там, они показали, что в 2008 году люди недооценивали риск. Скажем, неглепит риск. Что происходило, да? Ипотечные бумаги, облигации, такие же облигации, но выплаты происходят ипотекой. Вот. Они были оценены рынком на максимальный балл. То есть, они считались такими же безопасными, как американский госдолг, например. То есть, АА, или как там Apple акции. Вот. На самом деле, они оказались не такими безопасными. И это понимали. Шлейфер понимал, например. Голл Стэн тоже понимал. Они писали об этом еще тогда, в 2008 году, что они не такие. И в фильме «Игранное понижение» вы увидите, что ряд людей не из науки, а из индустрии тоже это, конечно же, понимал. Вот. Но обычный человек, вот, вроде нас с вами, он, ну, не понимал. Он верил, там, кредитам агентствам и так далее. И, соответственно, он недооценивал риск. Он считал, что вероятность того, что бумага провалится, очень низкой. На самом-то деле она была не очень низкой. И это то, что в поведенческой экономике называется недооценкой риска. Это неглярка риск. Можно показать, что недооценка риска повышает вероятность набега на банк. Пока такой статьи нет. Вот. Надеюсь, что я преуспею, она у меня будет. Вот. Через какое-то время. Опять же, если вам будет интересно, ну, если кому-то, кого-то заинтересует стать, ну, кто прочитает статью Голлстейна и Познера и его заинтересуется, можете написать, я вам могу покидать свои черновики. Вот. Но, да, я уже показываю, что если включить модель недооценку риска, то вероятность набега на банк, она повысит. Более того, недооценка риска это поведенческий феномен. А значит, государство не может его разрешить. Государство может выплачивать больше, ну, больше денег. Вот эти, то, что обсуждали с вами, гарантии государства, они могут выплачивать больше, но я сейчас пытаюсь показать, что если они это будут делать, просто фундаментальных набегов станет слишком много. Более того, ну, в принципе, поведенческие феномены сложно решить, потому что государство, оно, как в суд, бюджет планирует заранее, и заранее вы не можете понять, насколько люди недооценят риск. То есть, да, вы теоретически можете решить проблему набега на банк, но вам придется очень много заплатить. Больше, чем эффективно, совершенно точно. Вот, и если моя гипотеза верна, набеги на банк не поддаются полному устранению. Что, конечно, грустно, но лучше это знать. Итак, мы обсудили с вами, что банки выполняют важную функцию мониторинга. В качестве платы они получаются спресс между кредитной и депозитной ставками. Из-за панического поведения людей возникают набеги на банки, способные вызвать кризис. Это яркий пример в 2008 году. Там набеги на банки, но это не совсем глобальная причина кризиса, это скорее некий катализатор. В плане у вас возникает кризис, но это вот кризис был бы не таким суровым, если бы набеги на банки. Если бы набеги на банки, кризис становится более суровым, потому что банкротятся банки. И, конечно же, есть пути частичного устранения. Частичного, но это пока под вопросом слова. Может быть полного, но я надеюсь, что все-таки частичного устранения панических набегов. Но ссылки можете посмотреть статью Даймонда, Даймонда Гидлига, Голстейна и Познера. Вот, кстати, эти три статьи довольно приятные. В плане в них не очень много математики. Кстати, Голстейна и Познер вообще короткая достаточно. Там не считать доказательства теоремы по-моему, страница 115. Вот. Так что, если интересно, прочитайте. есть ли у вас какие-то вопросы по сегодняшней лекции? А вот поясните, пожалуйста, а что значит, что именно значит, что банку выгодно отклониться, если государство обеспечит какую-то сумму? Да, хороший вопрос. Ситуация в том, что банк будет понимать, что если он не справится с расходами и не сможет вернуть деньги, их вернут потом на государство. Вот. Представьте ситуацию, что вы заняли кому-то денег, но вы знаете, что этот человек, если вдруг вы ему, нет, наоборот, вам дали денег в долг, но вы знаете, что если вы не вернете сейчас человеку эти деньги, ему вернут другие, и он не пострадает. Тогда у вас будет мотивация, у вас не будет мотивации стараться деньги сохранить для этого человека. Но вы будете тратить их и не будете учитывать свои там бюджетники, вы его ведете, что вам нужно вернуть долг. Вот. То же самое государство. Оно не будет переживать вообще из-за того, что оно оставит клиентов без денег и себя тоже, потому что, ну, если что, есть государство, которое поможет. Вот. Это есть. Так, тут еще вопрос в чате, есть ли меры по предотвращению панических набегов. Ну, я как раз просто объяснил. Если государство будет помогать, если государство пообещает выплатить людям. Есть законы, защищающие людей, вкладчиков банк, что если банк банкротится, они получат какие-то деньги. Например, в России, если у вас есть депозит и он больше миллиона четырехсот, по-моему, то вы получите первый миллион четырехсот. То есть, помощь не полная, но какая-то. Если государство не будет помогать, тогда у нас останутся набеги, Есть, банк может сам решать проблему, вводя вот экспрессирование в конвертируемости, но мы уже обсудили, что банк никогда не знает, что у него. Не терпели выкруди. Так как зависит вероятность набега и недооценка риска. Чем больше люди не доставают риск, тем выше вероятность набега. Опять же, я, ну, эта статья пока не опубликована и знаю, сколько публикуются статьи. Если у меня все получится, это будет года через три, когда она, когда это будет уже как-то, ну, опубликовано. Поэтому это пока моя гипотеза. Вы можете, если хотите, я вам скину мой черновик, вы можете сами попробовать посмотреть, поверить или нет, но пока это не, что-то, что научное сообщество добрило, грубо говоря. Но это довольно логично. Не подумайте, если люди недоценивают риск, они будут больше денег в банк приносить. И, соответственно, если у банка много денег, много клиентов, но клиентов, чем больше клиентов, тем выше вероятность того, что будет устроено набег. и тем более люди, как только они поймут, что они недоценивали их, как случилось в 2008, они же вообще от ума сойдут. Они сказали, что их банк на самом деле ненадежный, они просто побегут и начнут снимать деньги. Вот это то, что я показываю в работе. ЦБ может помочь коммерческому банку пережить панический набег, например, доставив обязательные резервы. Да, может, но он не может представлять бесконечное количество денег. Если все люди побегут, вот, ЦБ с этим они справятся. Вот. Но ЦБ так делает, да, почему банк открытия, я считаю, в том числе на открытие набег произошел, мне не хочу. ЦБ взял и подпоисанацию. Вот. Не уверен, что это устраивает банк. И ЦБ просто так денег, конечно, не даст. Всегда есть условия. Вот. Вот частичный контроль со стороны ЦБ и что-то такое. Поэтому набеги на банки все равно остается чем-то неприятным. Для всех. Вот. Так, ну, если у вас будут еще какие-то вопросы, пишите мне. Вообще без проблем отвечу на любые вопросы. С вами было приятно общаться вот на протяжении этих четырех лекций. Я надеюсь, что у вас появился интерес к корпоративным финансам, потому что, я уже говорю, есть большая проблема. Люди, которые знакомятся с финансами просто на базовом уровне в университете, они думают, что это же финансы это что-то скучное. На самом деле финансовая наука, она очень многогранно интересна. Вот. в том числе даже я, я после бакалавриации, я вот ненавиду корпоративный финансовый, надеялся, что никогда в жизни эти буду изучать. Вот после курса Голстейна, где он все это рассказал, вот, ну, у меня появилась вера, и я понял, что действительно теории здесь очень много, и есть что изучать. Вот. Так что, да, учебник, я уже говорил вам, можете посмотреть лекции Голстейна, можете посмотреть учебник Жана Кироля по корпоративным финансам, там в том же духе плюс-минус все разобрано. Особенно полезно будет, если вы там после первого курса университета, то есть когда вы уже изучите мат-анализ, можете снова открыть книжки, статьи уже, кстати, и вам уже будет все понятнее, потому что, ну, обычно первый курс мат-анализа достаточно, чтобы понимать показательства и формулы. Хотя бы, чтобы вы знали интегралы уже, плюс-минус нормально. А теорию игр, мне кажется, мы вам дали, да, достаточно достаточным уровнем, чтобы вы понимали какие-то базовые вещи. Вот, если у вас есть какие-то вопросы по курсу, можете сейчас задать, у нас еще есть пять минут, или можете задать их потом мне в Телеграме. Ну, народ молчит. Сереж, большое спасибо тебе за курс. Может быть, люди сейчас сформулируют свои вопросы, я дам вам некоторое время подумать своей речью. Вот, если честно, я не знаю, как ребята, но мне будет интересно, если ты скинешь черновид, я бы с удовольствием почитал, потому что звучит интересно. Вот, соответственно, всем напоминаю, что, да, записи будут появляться, я думаю, что лекция появится пораньше, я думаю, сегодня или вот, может быть, завтра, наверное, выложим в Телеграм. Вот, еще большое спасибо, Сереж, за этот курс лекций, было интересно во всех моментах. Ребят, может быть, у вас создали какие-то вопросы? Да, Глеб, большое спасибо всем организаторам за организацию школы, я думаю, что всем детям было очень полезно. Вот, идея отличная, надеюсь, что будет продолжение некоторое в следующем году. Традиция, мне кажется, прекрасная. Ну да, поживем, увидим. Ладно. Если у кого нет вопросов, все, тогда всем большое спасибо, Сереж, тебе еще раз тоже спасибо. Спасибо большое.